Христианская мода Поговорим о внешности, поговорим о внутренности. Некоторые люди утверждают, что не важно, как человек одевается, на чем он ездит, как он себя ведет, потому что Бог смотрит только на сердце. Правда ли, что для Бога важно только сердце или еще что-то другое? Поговорим с вами, можно ли лепить ресницы, брови, делать лоб, ногти, одежда. Поговорим очень открыто и прямо, как было, как есть, а самое интересное, как будет. Я вижу, вы улыбаетесь, мне уже приятно перед вами стоять. Внешность и внутренность, баланс для нас, я думаю, очень важны. И родители, если вы думаете, что понятие, как одеваться прилично, это все логично и естественно, для ваших детей, поверьте, это не так. Итак, я замечаю и вижу и уверен, что наших детей сегодня воспитывает мидия, воспитывает YouTube, воспитывает социальные сети, мир, как нужно одеваться, как нужно себя вести в обществе. И меня берет ревность по Господу Богу Саваофу. Почему наших детей воспитывают вокруг все, кроме нас? Я сегодня хочу еще сразу сказать, что я никого не хочу, не хочу проповедовать против личности, потому что я не знал, кто сегодня будет как одет, я не знал, кто сегодня будет в церкви. Поэтому, друзья, чувствуйте себя свободно, расслабьтесь. Главное, я хочу говорить о христианских ценностях. Вот это для нас сегодня очень важно. Я думаю, что эта тема, она сегодня для нас сложная. Мы поговорим, у нас будет две части, в одну мы даже все не вложим. Почему она, я считаю, сложная? Потому что кто-то скажет, ты говорил слишком строго, кто-то скажет, ты говорил недостаточно строго, кто-то скажет, есть темы поважнее, кто-то на меня, возможно, обидится, кто-то скажет, а почему твои глаза туда заглядывают, ну, кто-то должен бить тревогу. Как вы понимаете, что челлендж перед нами, вызов стоит серьезный. Вообще, у меня эта тема на сердце уже давно, давно. Но учитывая, что сегодня у нас с нами подростковая школа, подростки, я думаю, что для них это тоже важно. Но я думаю, что и для взрослых, для родителей, если у вас есть дети, внуки, это тоже важно. Я, друзья, хотел бы подвести итог и сразу сказать вступление, что для нас важно понимать дух Евангелия. Сегодня есть много споров по поводу, как нужно одевать, что одевать, что можно, что нельзя. Но я хотел бы обратить внимание на суть, на главное. Дух Евангелия. Дух Евангелия, он точно говорит о скромности во всех и в разных сферах. И нам, как я сказал, неважно даже спорить, там юбки, штаны, можно, не можно. Главное понять дух Евангелия. Я хотел бы, чтобы мы с вами пошли немножко глубже, на глубину. И хочу также добавить, что скромность относится не только к одежде, но относится также к поведению, и к стилю, и к образу жизни. И вначале давайте с вами попробуем разобраться, что такое скромность, если это и есть дух Евангелия. Итак, определение. Скромность – это умеренность, это равнодушие к роскоши, к излишествам, отсутствие властолюбия, стремление первенствовать, показывать себя, соблюдение рамок приличия, порядочность. Также может выражаться скромность в смирении и послушании. Дальше. Скромность в одежде проявляется в выборе недорогих, неярких и невычурных, я даже таких слов не знал, моделей простого покроя, а также в стыдливости, это ключевое слово, то есть стремление одеваться строго, с покрытием ноготы и формы тела. Основная концепция скромной одежды – простота, желание не привлекать внимание к себе. Синонимы слова скромность – это стыд. Синонимы – это значит похожие слова, чтобы нам больше понять смысл. Стыд, простота, сдержанность и ограниченность. Антонимы этого слова, противоположное значению слова скромность – это вызывающий, привлекающий внимание, провоцирующий, заносчивый, хвастливый, не сдержанный, неумеренный расточительность и роскошь. Для женщин, для девочек – это вообще очень естественно искать красоты. И хочу сказать в самом начале, что это чувство вложил, заложено природой или Богом в них. Даже маленькие девочки, их еще никто этому не учил. Но они с детства одевают куклы, вы знаете, наряжаются, украшаются. И вообще красота или быть красивым – это не грех. Я хотел бы, чтобы мы здесь правильно, сбалансированно на это все посмотрели. Потому что в Библии есть примеры красивых людей внешне. Например, Есфирь. Она была красавица 100%. Из тысячи там выбрали 100% красавицу. Иосиф, написано, он тоже был красивый. Но заметьте, что у них была не только красота. Красота тебя может поднять очень высоко. Но если помимо внешности, помимо красоты ничего нет внутри, нет благочестивого характера, или нет христианских духовных ценностей, она тебя может очень сильно и резко опустить. И вот в примере Иосифа и Есфири, мы видим, что у них помимо внешности было еще что-то очень-очень ценное внутреннее. Библия говорит, и Библия не против, чтобы мы как-то себя украшали. И даже Библия говорит, украшайте себя. И говорит, как украшать? Просто дает стандарты. И важно нам понять, что нам нельзя, как верующим, подражать миру или иметь перекосы, дисбаланс в плане внешности и внутренности. Скромность не имеет ничего общества с забитостью. Когда человек такой затурканный, дикий, забитый, необразованный. Скромность не имеет ничего общего с непривлекательностью или с бедностью. Не значит, что если ты бедный нищий, значит ты скромный. А если ты хорошо одетый, красиво одетый, элегантно, гармонично, значит ты не скромный. Нет, не об этом идет речь. Но, однако, одежда – это система знаков. Много можно сказать о человеке по одежде. Его класс, его уровень, образование, ценности, цели его и тому подобное. Я бы еще обозначил, что скромность – это красота духа. Поэтому скромность относится не только к женщинам, но также и к мужчинам. Повторяю еще одно важное определение. Это уже вывод такой более библейский, не просто словарь. Скромность – это красота духа. А она всем нужна. И мужчинам, и женщинам. Это когда все твое богатство, оно сокрыто внутри, не снаружи. Дресс-код, друзья, или правила внешности, поведения, одежды, он будет разный. В зависимости от места, от обстоятельств. Например, понятие, что в спальне у вас, у нас, на работе, на пляже или в церкви – разный дресс-код. Но принципы библейские, стандарты, они остаются везде неизменны. Я хотел бы, чтобы мы сейчас немножко с вами поговорили о скромности и о культуре, современной нашей культуре. И поговорили, как одеваться прилично или скромно, как вести себя скромно. Для разных людей я понял, что это понятие растяжимое. Я когда-то спорил с моим отцом, когда он говорил в церкви о том, что нужно одеваться прилично. И я ему пытался доказать, что то, что прилично в твоих глазах, прилично у студентов в СМБ, совершенно отличается. Для них у них разные меры, стандарты приличия. И так как я буду обращаться сегодня к молодежи, к тинейджерам, ко всем, кто смотрит нас онлайн, я хотел бы более конкретно это показать, чтобы не осталось ни у кого вопросов, что я имел в виду под этой мыслью, что такое прилично или скромно. Поэтому я буду вам показывать некоторые фотографии, конкретные фотографии, как люди одеваются сегодня. И скажу сразу, что это фотографии не скромного примера, как нужно одеваться. И некоторые фотографии у вас даже вызовут возмущение. Думаю, что вам даже некоторые фотографии неприятно будут смотреть. Онлайн вы тоже приготовьтесь их смотреть. Потому что, друзья, мне хочется даже как-то, чтобы у нас вызвало это такое немножко отвращение не к людям, а к этой культуре. Не к людям, но к культуре, современной культуре, которая называется, не знаю, секс-социализация, или как ее назвать, культура развращенная, в которой мы живем, квасимся, привыкаем ее, принимаем, впитываем ее в себя, очень медленно, но уверенно, и особенно к этому открыты наши дети. Я скажу сразу, что я не хочу сегодня никого ругать, потому что я тоже подвергаюсь же этому же влиянию. Я смотрю, как одеваются мои девочки, и я вижу, как я их этому не учил. Я не успел оглянуться, они уже это делают. Иногда я сам не замечаю, как они что-то одели, что-то сделали, и я об этом скорблю, и я вижу, что я тоже в этом же подвергаюсь. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы понимали друг друга, что я с вами, мы вместе, мы выступаем против этой нехристианской культуры или моды вместе. Итак, фотографии. Что такое неприличное одеяние? Первая фотография, это, если можно, на экране мне сзади тоже включить, чтобы я видел, это открытые плечи. Открытые плечи, я знаю, что сейчас это очень модно, очень популярно, они могут быть больше, меньше открыты. Но это то, что я называю нехристианской культурой, это то, что я вижу из контекста Библии. И мы с вами потом об этом прочитаем. Дальше, еще один пример, очень конкретный, это платья на веревочках, такие, знаете, просто такие штучки тоненькие, это тоже открытые плечи, пол, спины, это такие вот веревочки, это глубокий разрез на юбке, спереди, сзади, неважно. Но это я отношу на основании Писания к неприличному одеянию. Марости, вот это слово марости, надо, чтобы все его понимали по-английски, по-русски это скромность, это вот то, о чем мы с вами говорим. Дальше, следующую фотографию нужно будет перелистнуть достаточно быстро, чтобы вас не смущать и не вводить в краску, но это тоже правда. Это мини-юбки, их тоже сегодня одевают, люди разного возраста, люди христиане, не христиане, можно уже убрать фотографию, чтобы оно не давило на глаза. Но, друзья, это то, что называется нескромно, это неприлично, это то, что Библия осуждает, это то, что провоцирует, это то, что сегодня входит в нашу культуру христианскую, хотя это вообще не христианская культура. И дальше хотел сказать, что неприятно смотреть на некоторые фотографии, но, друзья, скажу, что эти фотографии, люди и наши дети их видят постоянно. Видят, нет, эту фотографию еще не показывать, я скажу, когда. Люди их видят постоянно, и они это впитывают, они к этому привыкли. Когда мы это смотрим на экране, нам кажется, ох, как это, что же мы такое показываем. Но это мир показывает, куда идут наши дети, и мы идем, везде это показывают, везде это видно. Это присутствует среди нас. И нам важно, чтобы мы в этом не растворились. Помните, одни из главных вопросов, смотрит ли Бог только на сердце или на внешность тоже? Дальше, друзья, хочется показать также и мужчин, потому что здесь не только относятся к женщинам. Когда сегодня мужчины одеваются, я так называю, в женскую одежду, в такую вызывающую, обтягивающую одежду, это можно сравнить с такими лосинами, которые одевают женщины, просто обтягивающие мужские брюки. Так раньше не было, но сегодня это модно, это иногда культура, опять же, современного общества. И я отношу это к разряду нескромного одеяния. Дальше еще есть шортики. Шорты, а есть шортики, есть мужские шортики, очень-очень тоже короткие. И они со временем, вы видите, стоят короче и короче и короче. И на самом деле там тоже идет культура какого-то влияния, такого нескромного, нехристианского. Но оно как бы входит в норму. Помните, раньше было даже так, что показывали ноги, кто помнит себя там 30-20 лет назад. Обычно показывали ноги кто раньше? Ну в основном женщины, девушки, да? А сейчас кто показывает ноги? Вы знаете, да, сейчас уже модно, чтобы мужчины показывали ноги. Хоть чуть-чуть, но показать. Вот так вот, знаете, есть такая уже мода. Ну чуть-чуть показать. Но вы увидите, что эта мода будет развиваться, будет все больше и больше подниматься. Ноги будем показывать больше и больше. Вы видите, вы улыбаетесь, вам как-то неприятно. С одной стороны, мы к этому вроде привыкли, это модно, стильно. И мы видим, как будто мы растворяемся вот в этой культуре. И я замечаю даже, что я сам как бы попадаю в эту, в эту как бы культуру. Дальше идем с вами, рассуждаем. И хочется показать вам и рассказать, подчеркнуть то, что не всегда так было, друзья. Не всегда так было. Например, к вашему вниманию, купальники, которые были в Америке, в нашей стране, в этой стране, в Америке, примерно одно поколение назад. Это фотография, архив, вы можете его найти, это 100% архив здесь американский, где на пляже шериф или полицейский, или security меряет длину юбок. Как видите, это не платье, это купальник. Вот они стоят и рассуждают, насколько она длинная. Раньше мы как-то думали, ох, это так в славянских церквях только происходит, там меряют юбки, там так все строго, так все плохо, там вот только вот на это обращают внимание. Оказывается, вернуться одно поколение назад? Нет. Это было еще, наверное, до того, как славянские церкви были вообще здесь, в Америке. Это было в культуре, это было в обществе, это было в цивилизованной стране, которая была основана на христианских принципах. И за этим следили, чтобы общество не разлагалось, не развращалось. Дальше еще один купальник, который вам, следующая фотография, вам покажется, что это не купальник. Но я проверил два раза, там именно подписано тоже, это архив, это доступно в интернете, где подписано, что это купальник. И в обуви они даже тогда купались, видите, как бы все было, как бы у них даже одеты, как бы, или лосины, или колготки. То есть, ну, покрытие, кажется, максимальное. Интересно, что, друзья, это было всего лишь одно поколение до нас. Ну, а теперь хочется вам показать современный купальник. Вы напряглись, и теперь можете расслабиться, я вам его не покажу. Потому что, друзья, я просто хочу, чтобы мы прочувствовали, как идет развитие. Как было и как есть. Самый интересный вопрос, как будет? Вот это интересный для нас вопрос. Поэтому, друзья, идем с вами дальше, и теперь поговорим немножко с вами о свадебных пригласительных. Для историй и ради вашей улыбки покажу вам свадебную пригласительную, которая была сделана в наших краях, откуда вы все родом. И здесь стоят молодая пара, которая приглашает людей на свадьбу. Если вам там не видно, то у них, среди них есть дистанция. Видите, дистанция, серьезная дистанция между ними. И вот они стоят вдвоем, как будто бы они там вообще как бы ни при чем. Но они как бы, это свадебная пригласительная, это влюбленная пара. Для вашего сведения, если вам не видно на фотографии, это 87-й год. То есть сколько лет прошло? 33 года. Это много? Свадебная пригласительная 33 года назад. И сегодня, друзья, мы с вами посмотрим, как это будет. Но дальше еще один пример свадебной пригласительной. Классический. Мы все помним березу, правда? Береза, которая стоит твердо, разделяющая стена между молодыми. Возле нее мы фотографировались. Это классика. Но видите, как все было скромно, как все было серьезно и как все было надежно. Деревья стояли между такими границей и опорой. Это тоже было не так давно. У некоторых из вас еще такие фотографии есть дома. Ну и последняя фотография, это тоже молодая пара, которая женится. И видите, у них вообще ничего как бы даже общего нету. Просто их фотографии вместе поместили и сказали. И вот они как бы никого никто не трогает, никто возле кого не стоит, не обнимает, не держит. А теперь дальше идет современная пригласительная на свадьбу. Пример номер один. Видите, уже все намного ближе. Намного все, хочется сказать, скромнее. Но наоборот, наоборот. Уже никаких дистанций, никаких берез. Уже ничего там как бы между не осталось. Все намного-намного по-другому. Еще один пример тоже свадебной пригласительной, которая уже тоже может вам даже колоть глаза. Но это тоже сегодня современное общество и культура, которая нас подводит все к тому, что мы с вами подходим к тому, что кажется, кажется, что ну все так делают. Кажется, ну развиваемся, мы стаем современными, модернами. Заберите фотографию, чтобы не кололо глаза. Кажется, что уже все как бы так понятно. Все как бы так естественно. Все уже, кажется, так приемлемо нами и нашим обществом. Ничего не поделаешь. Сегодня у всех такой стиль. Разрешите не согласиться. У всех такой стиль. Внимание на экран. Богобоязненные люди называют их амыши. Еще есть мормоны. Интересно, что эта фотография не средневековья. То есть это не было там пять веков назад. Это люди, которые живут с нами, с вами в одно время. Ну, мой призыв, конечно, не к тому, чтобы вы на лошадях ездили. Я имею в виду другое. Я имею в виду о том, что как люди могут сохранять какие-то стандарты, какие-то ценности в очень разлагающемся обществе, в очень развращенном обществе, в середине вот Голливуда, всего интернета, всего, что есть вокруг нас, почему-то есть люди. Они еще не ангелы, они просто люди, которые держат планку, сохраняют стандарты, не растворяются в культуре Голливуда. Вот это важный пример. Еще одна фотография одной сестры. И кажется, ну такая хорошенькая славяночка. А она, оказывается, американочка. Я тоже это два раза проверил, потому что кажется, ну как будто вышиванка какая-то белорусская или русская, не знаю. Но, оказывается, нет, это американская одежда. Когда вы в интернете забиваете скромный внешний вид, опа, выходит вам пример. Скромный внешний вид. И опять же, друзья, значит, оказывается, он есть где-то. Его надо искать, его надо где-то гуглить, потому что так его редко уже заметишь. Его надо где-то искать, чтобы это иметь в нашей жизни сегодня. Но эти примеры для нас есть. И снова возвращаемся в эпоху современных наших дней. Глубокий вырез декольте. Это то, что сегодня уже распространено везде. И также заходит и в нашу христианскую культуру. Дальше рваные джинсы. Казалось бы, чтобы не так жарко было. На самом деле, когда-то мне, помню, в детстве штаны были порваны. И говорили, что тебя собаки покусали, порвали. Или что случилось? Здесь, оказывается, уже и без собак вроде бы порваны джинсы. Но на самом деле есть одна там собака. Там зарыта собака. Просто ее не видно. Но она уже более такая, знаете, духовная вот такой породы, которая уже рвет все, чтобы полностью оголить тебя. Чтобы все было, как можно больше было видно твоего тела, голова, а тем более ног. Вот, друзья, и еще один пример тоже современной одежды, которая сейчас тоже очень модна, чтобы, опять же, все было видно, провоцировало, чтобы оно как-то искушало, что оно соблазняло, особенно противоположный пол. Это тоже сегодня модно и современно. Ну и закончим мы с вами свадьбой. Свадьба — это то, что происходит, всегда было и будет. И вот вам пример свадебного платья, ну, одно поколение назад. Если вы видите, там все покрыто. И плечечки, и ручечки, и ноги, и все. Кажется, это было не так давно. И хочется вам еще подчеркнуть, что это пример не христианской свадьбы. Это просто свадьба обыкновенная, не христианская, просто одно поколение назад. Еще один пример, родная фотография тоже свадеб, которые были раньше. Смотрите, на дружек, на дружков, как все было, как люди одевались. И казалось бы, это было нормой, это было стандартом. Даже там и еще Библию как бы не вовлекали. Но постепенно общество разлагается. Постепенно культура, она заходит, культура мира заходит в церковь. И дальше вам несколько примеров современной свадьбы, свадебное платье уже на вашем экране. Раньше вы это видели только на фотографиях. Раньше вы это видели только на мирских свадьбах. Но сегодня вы уже это видели на христианских свадьбах. Правда, видели. И правда, первое время удивлялись, но постепенно мы привыкаем. Постепенно оно входит в нас. Дальше еще один пример свадьбы. Здесь уже не только невеста, но и дружки. Как вы видите, если вы смотрите вверх, там уже все тоже полностью открыто. Кажется, а что изменилось? А невеста, которая была на фотографии до этого, она что, была несчастная? Она была несчастливая? Чтобы быть счастливой невестой, значит, нужно обязательно оголить себя, оголить свои плечи, и тогда это будет ну классная свадьба. Невеста тогда будет более счастливая. Или от чего это зависит? Кто диктует? Кто влияет на нас? Мы влияем на них или они влияют на нас? Ну и последняя свадебная фотография, тоже где уже открыто уже невеста стоит уже почти до половины. Одни веревочки остались, кажется, ниточки, которые уже и так еле-еле все держатся на волоске. Вот так, друзья, оно у нас получается и в жизни, что наша христианская культура держится на волоске, как на этой фотографии. Только одни уже веревочки и то уже такие, знаешь, перегоревшие остались. И хочется сказать, где оно пришло? Откуда оно внедрилось? Почему оно среди нас? Почему мы не отличаемся? Почему наша культура не отличается от культур мира? Почему свадьбы стоят все более и более мирскими? Вообще уже непонятно, что это христианская свадьба или она мирская свадьба? Почти ничем не отличишь. Ну, единственное, там алкогольный пьют. А все остальное, все одинаково, все одинаково. Кажется, снова влияние какой-то культуры. И какой же вывод, друзья? Вывод очень простой, но очень важный. Деградация. Деградация. Деградация, разложение, развращение общества, но не только людей светских, но и среди верующих это проникает. Это неполный вывод. Вы видели платья свадебные, которые были 30 лет назад? Вы видите свадебные платья, которые были, которые есть сегодня? У меня к вам вопрос неожиданный. Как вы думаете, какие будут платья через 30 лет? Интересный вопрос, правда? О будущем так повоображать. Поэтому для нас важно не только как было, не только как есть, а как будет. Если мы ничего менять не будем, то вы представляете, ну, как будут ваши дети, внуки или мои девочки, как они будут выходить замуж. Вы понимаете, с чем мы столкнемся? Потому что идет обучение только с одной стороны. Одностороннее такой brainwash. Вот что норма? Но для христиан у нас есть другая норма. Поэтому нам важно понимать, что будет хуже. Новое поколение превзойдет в разврате нас. Легализирует то, что раньше было неприлично. Поэтому нам стоит бить тревогу. Потому что развивается общество. Идет большой фокус и ударение на внешность. На внешность. Не на внутренность. На внешность. Фокус, энергия, все идет туда. Возьмем такие моменты, как, например, сережки, ногти женские, одежда, салоны для красоты. Вот возьмем нашу церковь или вообще церквя. Вот как было 10 лет назад и сейчас. 20 лет назад, как было и сегодня. Вы чувствуете разницу? Вот как было 20 лет назад и как сегодня. Вы не думаете, что намного больше идет туда, кажется, как будто бы нас повернули. Мы так шли, 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 а нас так чуть-чуть, 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 так завернули, повернули, развернули в другом направлении. В другом направлении, друзья. И оно, кажется, идет вот это все такое, все как-то поменялось. Сейчас этого всего больше. Моя шестилетняя дочка уже просит у меня сережки. Я ее никогда об этом не говорил, никогда об этом не учил, но она всегда об этом мечтает, всегда хочет этого, всегда этого просит. Я думаю, ну почему, ну откуда? А моя сестра в ее возрасте об этом даже и не думала. Кажется, ну как что-то идет, какое-то влияние откуда-то идет. И у меня здесь вопрос не в том, что это грех или не грех, я не это пытаюсь выразить. Я пытаюсь выразить, как наш фокус переведен на внешность. Сегодня, друзья, салонов красоты больше или меньше? Или одинаково? Это факты. Их больше. А теперь возьмем ваш семейный бюджет. семейного бюджета уходит на внешность сегодня больше или меньше? Ну мы же честные, нам сам себя не обманешь. Семейного бюджета уходит на внешность намного больше, чем раньше. А теперь вопрос, а как насчет бюджета, который вкладывается во внутренность? Для баланса. Бюджет, который и силы, энергию, которую мы вкладываем для развития внутренней красоты, нашего духа. Снова для баланса, ради справедливости. Сколько туда уходит времени, энергии и денег? И мы сразу стоим перед одним таким неудобным вопросом. Куда мы, куда мы движемся? Внешность или плотское, оно, друзья, забирает по нарастающей наше внимание, наше время, наши деньги и последнее сердце. Когда мы фокус, внимание, приоритеты сбиты, мы вкладываем вот в это, то вначале оно забирает только внимание, а потом сердце. А вот это уже очень опасное состояние. Я понимаю, что в США здесь труднее быть скромным, много выбора, много возможностей, но Библия для всех же одинаково написано. Каждая страна, организация, семья имеет культуру. В зависимости от целей, это очень важно, в зависимости от времени, местности, она может меняться. Например, Супербол, это финал футбола американского, который смотрит вся страна, и там есть такое, называется half-time show. Это во время перерыва такое show, какое-то там артисты выступают. И вот уже кто следит за этим, вы знаете, что уже последние года уже нельзя его смотреть всей семьей. Раньше это был такой family show, семейный такой телепередача, которую смотрела вся семья. Потому что там выходят полуголые тети и танцуют. И уже ты думаешь, вся страна смотрит, зачем это делать? Но уже как-то постепенно все к этому привыкают, 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 и уже почти и привыкли. Как хочется, чтобы христиане оставались солью, чтобы христиане оставались светом. Друзья, я так говорю, вам и сам себя тоже бужу. Потому что мы же все в одной лодке. Нас же оно везде вот так вот уносит, уносит. Но как хочется до конца остаться солью и светом. Везде и во всем. Одна дочка смотрела телевизор. И там передача и один дядя берет интервью у другого человека. Этот мужчина, у него волосы то ли розовые, то ли фиолетовые, сережки у него женские. И он берет интервью, и мама спрашивает у дочери, доченька, ну ты что не видишь? Ну что ты смотришь? А мама говорит, а доченька отвечает, мама, ну что тут такого? Ну он просто берет интервью. Внимание, наши дети уже не видят, что тут такого. Потому что эти образы, дяди розовые, фиолетовые, зеленые, голубые, вот эти, они уже, они перед ними настолько мелькают, вот эти виды развращенные, что они уже не замечают, не замечают. И можно сказать, что, ну, сегодня в церкви не надо говорить об одежде, нужно говорить о чем-то там духовном, друзья, но в этом духовность просто утопает, ее там не существует, ее там не будет, не останется и следа, и духа, и запаха. Если мы будем идти в том направлении, вкладывать только во внешность, как я сказал, Бог не против красоты, и я не против, чтобы вы были красивы, главное, чтобы с красотой и внешностью было еще параллельно что-то другое. Но если идет перекос, обязательно закончится плохо, обязательно будет провал и разрушение внутреннее и отразится на все и на всех. Вот почему нам важно сегодня не расслабляться и бить тревогу. Некоторые люди выступают против культуры церковной или славянской. О, у вас там в церквях славянских, особенно кто живет в Америке, у вас там все так строго, у вас там все так, у вас такая культура, у вас там все как бы, ну выступают против этой культуры, дресс-кода, внешности, скромности, но они не сознают, что мир и нечестивые люди создают свою культуру параллельно, создают свою развращенную культуру и это влияет на людей, влияет на людей, конкретно влияет, развращает и вопрос, кто на кого больше влияет. Посмотрим на себя, друзья, да, мужчины и женщины, ну если так, быть честным перед Богом, ну кто на кого больше влияет, мы на мир или мир на нас? Просто в вопросе скромности и одежды, материальных ценностей, благ, все что вот внутри, все что видимо. Я сказал, что я сам как бы, сам себя как бы надо будить и брать в руки. Я смотрю на моих детей, я понимаю, что нам надо как-то бороться за эти ценности христианские, за эту скромность, чтобы люди нас видели и различали, видели, как-то видели, что это другой человек, другого покрова, не только внешне другой, но и внутри другой, а внешне он другой из-за того, что он внутри другой. Там есть другие ценности. И нам важно, друзья, здесь не путать культуру библейскую, христианскую, она не зависит от страны, не зависит от века, не зависит от современности. Еще раз, нам важно не путать культуру американскую или современную с культурой библейской. Эта культура библейская, она неизменна. Независимость от страны, времени, поколений, она непоколебима. Это наш стандарт. Это наши основания. Не понижайте этой планки. Вы скажете, ну я не согласен. Зачем такая религиозность ваша, вот эти все дресс-коды? Хорошо, быстрый вопрос. В ресторан ходишь? Хожу. Там дресс-код есть? Есть. А почему не возмущаешься? Интересный вопрос. Следующий вопрос. А вы знаете, что в ночном клубе тоже есть дресс-код? Ты что? Да. Вы не согласны? Туда в длинных юбках не ходят. Правда дресс-код? Оказывается, значит он есть. Значит есть какие-то знаки, есть какие-то цели. Значит, наверное, оно как-то влияет. И оно очень напрямую связано с нашим духом. С нашей духовностью, с нашими ценностями. Поэтому и в церкви тоже есть дресс-код. И я думаю, что если вам кажется, что ну я думаю, что это можно, это одевать можно, то у меня вопрос к тебе. На основании чего ты так думаешь? На основании влияния общества современного? На основании культуры голливудской? Или на основании Библии? Или просто своего мнения? На чем основано твое основание скромности? Это может выражаться не только в одежде, в поведении, в отношении к материализму, как ты себя ведешь, как ты себя показываешь, как ты себя выдаешь, выделываешься. Это все относится к скромности. Я думаю, друзья, что лояльность ко греху и толерантность – это наша проблема сегодня, современный христиан. Лояльность ко греху, толерантность. Ну нужно вот все как бы соглашаться, всех любить, всех как бы никого не обижать, ничего как бы не говорить. Вот так вот раствориться и стать серой массой. Друзья, мы призваны любить грех. Мы призваны любить грешника, но не грех. Призваны любить людей, но не понижать стандарты. Не быть лояльными ко греху. Наше основание – это Слово Божье. Скромность вообще присутствует во всех религиях. Даже если вы поедете в мусульманскую страну, вы как турист, вас там, вы знаете, оденут и переоденут. Даже если вы забыли с собой захватить скромный наряд, вам там помогут. Интересно, что даже в Старом Завете говорится о дресс-коде. Вы не знали? Да, для священников. И Бог детально описывает, как должен одеваться Его представитель. Тоже интересно. Ну а теперь мы с вами пойдем в Новый Завет и прочитаем три местописания, которые говорят о скромности, о внешности. И я хочу вас попросить, слушайте внимательно, пожалуйста, потому что мы должны потом все сделать выводы. Наши выводы должны сойтись. Они очень obvious, они очень как бы выражены ярко, но давайте попробуем их вместе сделать. Три вывода. Что говорит Новый Завет о внешности и о скромности? Итак, первое местописание. Первое. Тимофея 2 глава с 9 по 10 стих. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, в других переводах дорогою одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Значит, есть одно посвящение в одну сторону, есть посвящение в другую сторону. Ключевые слова – прилично, стыдливость, целомудрие, дорогая одежда. Это ключевые слова. Раньше как-то казалось, что мы все думали, чтобы главное, чтобы юбка была длинная. Но почему-то здесь написано еще и об дорогой одежде. Об этом мы вообще не задумывались раньше. И хочется сразу предложить всем для рассуждения, об этом мы поговорим во второй части, что здесь имеется в виду. Какие бренды позволены, какая себестоимость должна быть. Здесь снова хочется, чтобы мы были не просто буквоедами, а прочувствовали дух Евангелия, дух, суть. Что здесь Писание пробует нам сказать? О деталях поговорим во второй части, но попробуйте себе уже задать этот вопрос. Что здесь имеется в виду? Дальше, второе место Писания, 1 Петра, 3 глава, с 3 по 4 стих. Да будет украшением вашим, значит, украшение приветствуется. Да будет украшением вашим не внешнее. Плетение волос, незолотые уборы или нарядность в одежде. Но сокровенного сердца человек, нетленной красоты, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Есть вещи, которые для Бога ценные, а есть вещи, которые для Бога не ценные, неважные. Новый перевод. Пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных причесок, золота, украшений, джулериз, от роскошной одежды. Ведь Бог ценит внутреннюю красоту, неувядаемую красоту, кроткого, тихого, в другом переводе написано, мирного духа. И последнее местописание, титул 2 глава, с 3 по 5 стих. Там написано, чтобы пожилые женщины одевались прилично. Дальше там пропущено. Написано, чтобы они учили или вразумляли молодых женщин быть целомудренными, это значит чистыми, невызывающими, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Итак, 3 местописания в Новом Завете. Ни много и ни мало. Нельзя сказать, что один раз там упоминается, и не один раз, ну два, и не два. Ну три, да, три достаточно. Которые говорят о том, что Бог, Священное Писание, Дух Писания говорит о том, что для верующих, для представителей Божьего Царства важна также и внешняя сторона. Она исходит из внутренней. Вот это точно правда. Внешность, она исходит из внутреннего состояния Духа. От духовного состояния исходит и внешность. Итак, давайте мы с вами, как мы и обещали, сделаем три вывода. Три вывода Писания, как в Новом Завете советуется нам быть скромным или одеваться. Первое, первый вывод. Писание четко говорит, не одеваться вызывающе. Имеется в виду, не соблазнять противоположный пол. На основании этих трех мест Писания, все согласны с этим выводом? Написано в Писании, не одеваться вызывающе, то есть сексуально, не соблазнять других людей. Все согласны с этим выводом? Или еще раз прочитать? Должны все согласиться. Второй вывод. Второй вывод написано, не сверкать богатой дорогой одеждой. Здесь сложнее согласиться, потому что можем позволить. И об этом обычно не проповедуются. Обычно говорится только о длине юбок. Но об этом мы с вами поговорим во второй части. А можно пока просто порассуждать, почему это там есть. И к чему оно? Где же здесь мера и баланс? Это не значит, что все завтра должны жить все только с Волмарта. Не это имеется в виду. Но мы с вами об этом поговорим чуть позже. И третий вывод, который мы с вами прочитали, это нужно заботиться о внутренней красоте. Вкладывать в развитие своего духа. Все согласны с этим выводом? Здесь уже легче. Все аминь. Дух значит дух. Три вывода. Три вывода, о чем говорит очень ярко новый завет о скромности, о внешности для христиан сегодня. И, конечно же, друзья, мы с вами не покроем все эти три сегодня. Но поговорим хотя бы о первом. И здесь, наверное, можно кто-то скажет, ну, пастор сказал, что вот это вот нельзя. Я хотел сказать, что он не сказал, он прочитал истину. прочитал Слово Божье. И вы его дома тоже можете прочитать. Это здесь тоже важно. Не он кто-то там решил, сказал, мы пока еще просто читаем Священное Писание. И интересно, Интересно, что Бог повелевает женщине быть красивой, но дает инструкцию, как. Это относится также и к мужчинам. Вы знаете, что скромность, она может выражаться у мужчин, например, в машинах. Может, может в каких-то других вещах. То есть она присуща всем нам, всем нам, всем, не только женщинам. И еще хочу подметить, что скромность почему-то на практике, вижу, очень идет рука об руку с послушанием. Скромность и послушание. Скромность и послушание, оно как-то связано, как будто идет в одном пакете. Расскажу вам примеры своей жизни. Когда-то, когда мне было 15 лет, я уехал во Францию, и я там жил далеко от родителей, жил в одной семье, христианской семье, но мне захотелось быть крутым. Есть же, вы знаете, разница кротость и крутость. Одна буква только меняется. Крутость и крутость. И я захотел быть более современным, побрил себе голову, волосы такие подлиннее и захотел сережку. Вы представляете, какой это нож в сердце моим родителям. И я добился своей цели 16-15 лет и я пробил себе ухо, ходил, даже есть еще фотографии. и когда мне сделали замечание и сказали, что ну это же вообще не скромно, это неприлично, то у меня был только один аргумент. Найди мне хотя бы один стих из Библии, хотя бы один, который говорит, что мальчику нельзя пробивать ухо или девушке. И я так увлекся Библией, я так пытался доказать им всем, что я прав, и что я со своим пробитым ухом, я вообще не хуже духовно, что я просто не успел осознать, как я вошел в такой бунт библейский, в такой бунт теологический, но я просто всем все доказал по Библии, только сам потерялся. Как вот скромность связана с послушанием. Родители, вы помните, когда вы говорили вашему подростку «Доченька, переодень это платье». И сразу такая реакция «Ну что тут такого? Ну переодень». Или когда вы говорили своей жене «Переоденься». Или мужу. Приятно, что... Да, интересная тема, правда? И вот здесь, друзья, как-то оно получается, что почему-то оно связано. Вот скромность с послушанием как-то связана. Как-то когда человека вот в направлении другое разворачиваешь, в направлении смирения, в направлении скромности, как-то вырывается какой-то бунт. Не буду, почему? Дай мне стихи из Библии, сразу такая теологическая школа сразу тут нарисовывается как бы и кажется «Вау!» ну типа он так и он все знает, где написано, только вот одного не хватает, такого маленького-маленького главного такого послушания, элементарного послушания. Вот царица Эсфир была красавица, но у нее было вот это маленькое-маленькое послушание, 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 вот это, что сделало ее красивой, а всех остальных красавиц, вы знаете, да, что какой трагический конец. И дальше, друзья, мы с вами приходим к выводу, что послушание и скромность связаны. Итак, первый пункт не одевайся вызывающей или соблазняющей. Внешность не должна провоцировать, не должна быть сексуальной, не должна соблазнять окружающих на грех. Сегодня, друзья, мир, он погряз в этом, просто погряз в этом. И мое время уже истекло, видите, я только сделал вступление, мы же подошли к первому пункту, поэтому вторая часть точно будет. Хочется, друзья, нас сегодня в заключение, вы знаете, я верю, что даже после такой темы, которая кажется недуховной, я думаю, что можно закончить очень духовно. Я хочу вас к этому подвести. Вы знаете, что я хочу, чтобы мы акцентировались с вами не только на то, что нельзя, нельзя, вот это нельзя, а что можно? Вот туда вкладывать нельзя, во внешность нельзя, можно, но должен быть баланс, должен быть, должен быть баланс, иначе будет деградация, печальный конец, сто процентов. Это просто вопрос времени. Вы знаете, когда Библия говорит о том, что, вот там, что нельзя делать, как нельзя одеваться, то в этом же месте Писания ключевой вывод, там написано но, мы с вами читали, украшайте себя не так, не так, не так, но, и написано, как украшать. Написано, вот это, вот это, не скромно, не приемлемо, но, а вот эти действия, это приемлемо. Вот нам нужно обратить внимание на вторую часть, и там написано о том, что у Бога есть что-то, что написано, помните, я вам читал, что оно драгоценно пред Богом. Это кроткий, мирный дух. Вот, кто имеет кроткий и мирный дух, вот тем разрешается быть красавицами. А если только ногти, ресницы, то могут поцарапать. У мужчин, если все только фокус на материализм, деньги, работа, машины, это тоже, друзья, влияние культуры современной, очень-очень влияет на нас. Мы тоже в этой же лодке. Тут снова придет внутренняя деградация. Как хочется, чтобы мы спрашивали у Духа Святого, вот даже в таких вопросах, как мне правильно одеваться. Даже не у пастора, а вот у самого автора этого Писания. Дух Святой, вот закрыть глаза и сказать, подскажи мне, где мне нужно направление исправить? где мне нужно фокус поменять? Где мне нужно отбалансировать что-то? Где мне нужно найти внутреннюю красоту? Вкладывать внутреннюю красоту? Развивать внутреннюю красоту? Иметь вот этот Дух мирный, Дух Божий, Дух. Бог имеет дело с Духом нашим. Он возрождает наш Дух. Он говорит в наш Дух. Он говорит что все что для Бога ценно, то что он ожидает это красота нашего Духа. И мне очень нравится когда в Писании написано подумайте над глубиной этого места Писания соединяющийся с Господом встает с Ним один Дух. Такое возможно? Вот фокус меняется, ценности меняются, внутри меняется и сразу внешний вид меняется. Соединяющийся с Господом встает с Ним один Дух. Я так подумал об этом уровне и кажется оу а мы там бывали? А мы это пробовали? Или мы просто под влиянием нас развернуло? Нас развернуло мы так шли, 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 помните нас так чуть-чуть поворачивают эту лодочку и ты плывешь вроде бы но уже в другом направлении. Как хочется друзья стать в проломе за это поколение в проломе за наших детей, за наших внуков, за подростков, за нас самих стать в проломе быть солью и светом в этом мире? Да, друзья, это ценно потому что все стоит серое все стоит такое знаете все лояльно мы стоим серой массой но мы имеем другие стандарты мы имеем другую культуру за эту христианскую культуру стоит друзья сражаться и заботиться о нашей внутренней красоте мы представители его царства мы представители его культуры мы представители его ценностей духовных ценностей и здоровье нашего духа влияет на все сферы нашей жизни здоровье нашего духа влияет на все сферы нашей жизни вот на этом хочется закончить и сейчас нас призвать всех помолиться о состоянии нашего духа потому что оттуда исходит внешность и скромность и наше поведение и все остальное будьте благословенны аминь аминь о хим хим о